Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Отчет за вчерашний день просят дать хотя бы немножко. Часть нашей переписки, вопросов. Давай, читай, Никита. Номер 48. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 28.01.2016 год. Кругом измена, трусость и обман. Это известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике. 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Вот все везде проникнуто. Абсолютно каждая семья, места где-то работаем. И особенно в церкви. Это измена трусость и обман. Измена Богу. Вместо Святой Библии понатолкали столько, что не знаешь. Как будто ничего, кроме мертвых, не существует. Мощи, мощи, мощи. Режут, как Андрей Кураев говорит, нанотехнология началась. Что в каждом доме мощи от всех были святые. Иконы мира тащат все внешнее. То есть переходят прямо, посмотришь в иных местах, неприкрытый оккультизм. Измена трусость и обман. Я сейчас только бы помолился, и у меня интересная мысль подошла. Какой самый краткий ответ давать? Это искусство давать ответ. Потому что, чтобы ответить на что-то, нужно кое-что знать. И спрашивают священники, особенно на этом, когда говоришь, все должны благовествовать идти. Нет, это вот харизма особая. Но скажите, 50-й псалом, харизма особая нужна или нет, чтобы исполнить ее? Научу беззаконных путям твоим. Беззаконие и защат. Вот. Возлюбил истину, окропи, дай услышать радость. Не отвороти, возвороти. Вот так. Научу беззаконных путям твоим. Ищи силы к тебе обратятся. После грехопадения смертного, убийства и прелюбодеяния, после покаяния, харизма вся сохраняется. И Духа твоего святого не отними от меня. Тут дальше молится, где он говорит? Ну, 50-й псалом это все говорит. Возвратей. Научу беззаконных. Научу. И вот считает это, все считают. И старообрядцы, и все. Старообрядцы вообще не задумываются нигде. Отметают намерто всех, которые канонизированы после Никоновской реформы. Ну, ладно. Никон виноват там. Понятно. На плечом Ян Корштадский. Не может. Серафим Саровский. Никакой он не святой. То есть намерто тупо. Отрезает и церкви нигде нет. Только у них. Ну, маленько-то глянь. Что это? Это огромный страшный полигон. Кладбище называет талантов. Какие бы ни были, ничего тебе не надо. Стой. Вот так руки сделай. И не шевелись. С одной буквы только Иисус пиши. И Никаньян гвозди. Никаньян. Ну, разве можно это делать? Здесь наоборот тоже. А почему? Да нет у меня харизмы такой. Это священники говорят. Ну, какая харизма, когда тебе нужно проповедовать? Вот я дальше считаю. 50-й псалом признал? Ну, да. Считает везде. А почему 49-й псалом не признаешь? Почему? Написано. 16-й стих. Считай слух. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Так, ненавидишь наставлением, это что, харизма особая должна быть? То есть мешает проповеди, вот что, когда ненавидят святую Библию, заповеди Господни. Вот что мешает-то. Вот разная капельство, что-то наворачивает, наворачивает заказные молебны. То есть делает ужас, сколько трудолюбивые. Ноги у всех болят профессиональные, потому что болезнь на одном месте, она не может не сказаться. Семен Столпник, черви вываливались. И у священников профессиональные болезни стоят. Ноги совсем уже сгнились, стоят. Идите по всему миру, и ноги как у оленя будут. Писание-то в руки не берут и не знают. И теперь что? А слова мои бросаешь за себя. Почему? Считайте, что мешает препятствовать, что мешает эту харизму иметь? Когда видишь вора, сходишься с ним. Вот, воровать не надо. Везде воруют. К чужому приплюсовываются везде. Это плагиатство. Ну и так воруют. Обманывают людей. Это воровство обмануть, выгоду иметь. Сарство Небесное машет кадилом. Какое Сарство Небесное, когда человек грешный умер? Вспомните Андрея Иродиева. Будьте вы прокляты, кричит сатана. Человека повинного во всех грехах Сарство Небесное толкаете. Уже открыто это все. Вы питаетесь грехами народа моего. Спокойненько и то мародерствует еще. Но отступитесь от этого. Заведите какое-то хозяйство. Или день и ночь проповедуйте. Введите святую десятину. И ничего этого не надо будет. Десятину введите. Десятину. Но это в Ветхом Завете. Что значит в Ветхом Завете? А Христос порол веревками, бич взял в Ветхом Завете? В Новом Завете читайте. Вторая глава читаем. Иоаннгелие от Иоанна. Последний вертепный понедельник называется. На страстной неделе. В пенедельник Господь изгнал. А почему? Торгуют. Так и торгуют. Где торговля в храме, там Христа нету. Это несовместимое. Не можете служить Богу и мамоне. И это понимать даже нечего. Это 99 и 999 тысячных храмов, в которых торговля. Даже церковной ограде нельзя торговать. Да и знал-то Господь не из самого храма-то. Это ограда, это назвалось храмовое все. Ну не в храме же быки стояли-то. Ну тут понятно уже все. А почему торговля? Корысть. Это бизнес на церковном деле. Дельцы от религии. Ну а как им жить? Десятина, повторяю. Так это в Ветхом Завете. Опять Ветхий Завет. Ну как в Ветхом Завете, когда в Новом Завете Господь порол и выгонял? Почему вы не понимаете? А где деньги брать? Святая Десятина. Так это в Ветхом Завете. То есть наворачивает. Откройте Тавита 1.8. Три Десятины платил. А в Новом Завете продавали их ногам апостолов, кладели все. Сто процентов клали. Сто. Десяти Десятина, а не одну Десятину. Виннишь вора, сходишься с ним. Вот что. Почему берешь мои слова, а сам ненавидишь наставления, слова бросаешь за себя, любить Библию, не сходиться с ворами. И с прелюбодеями сообщаешься. Десять раз, говорят, могут венчать. Прелюбодеи. Какие прелюбодеи? Начиная отверху донизу. Все прелюбодейством продикнуто. При живой жене женится кто он? Прелюбодей. Кто Киркоров? Кто Пугачева? И венчает, и венчает бесконечно. Были бы деньги. Иерусалимский патриарх будет венчать Ириней. Только вытащите его оттуда. С прелюбодеями сообщаешься. А здесь сколько прелюбодеев везет? Ты знаешь, что незаконно. Зачем за один стол садишься? Зачем из одной чаши причащаешься с ним? Подними крик вопль. А на аксиос. И все. То есть не достоин. Не достоин. Видишь прелюбодея. Да это проникнуто все этим. И поп прелюбодея бывает. И кроме того дружба с миром. Есть вражда против Бога. А впереди какое название, которое любят. Мирское это все. И бреются эти галстуки. Все это мир. Прелюбодея. Прелюбодейцы. То есть духовная проституция все поглотила. Видишь грешника и сходишься с ним. Сообщаешься. Дальше. Третий. Четвертый грех. Уста твои открываешь на злословие. И язык твой сплетает коварство. То есть все время лжет и лжет этот человек. И особенно, который часто исповедуется, часто прищищается. Это все везде в церкви покрыто. Прямо настаивает. Прищищайся. Прищищайся. Как недостойно. Без высчитанных канонов. Так ничего нету. Живет во грехе. А потом сидишь и говоришь на брата твоего. На сына матери твои клевещешь. Вот сколько уже наклеветали. На одного меня только. Особенно, кто как-то к миссионерскому отделу относится. Какой миссионерский отдел идет пропавить? Да, отделы какие-то придумали. Непрерывная клевета идет. Определяет, где спасение. Как спасение? Со Христом. Нет. Только они решат. Только патриархия, как у старобрядцев. Это то же самое. Никонянская чушь. Дальше. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. И заблечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога. Дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. То есть, восхитил, не вырвал из этой жизни. Почему 49-й псалом не считается нигде? 49-й, это перед 50-й. Вы 50-й псалом-то не считаете. Сначала 49-й и увидите, какая харизма нужна. Жить без греха перед Богом. Это что, харизма особая? А больше ничего не препятствует. И негрешнику говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои? А кому говорит, то дальше мы прочитали. Вот я попутно это сказать. Время отнимает все. Ну и дальше. Мне вопросы передавали одноклассники везде. Сами переходите на наш форум. На наш форум. У нас свой форум есть. Вот. Вот он где. Смотрите. Вот мы сегодня пойдем по нему. Здесь 1587. Это большой форум. Очень большой. Прямо заходите, регистрируйтесь. И вот где. Вот здесь новое сообщение. Ткните в него. И уже на первой странице. А что искать? Вот общий поиск. Общий поиск. Дальше уходим мы. Вот. И сюда переходить. Даю объявление, чтобы помогли. Я буду останавливаться и объяснять. А вы потом почитаете. Вот. Чтобы помочь ролики мои. Прослушать. И на какой странице. Где что. Страница. Минуте, секунде говорится. Указать. Вот и все. Что за это время у меня было? За вчерашний день. Сегодня 29 января 16 года. Считай. Написано по-глизски. Вы можете загрузить папку отсюда. Жития святых во свете Библии открытым оком. Вот как. Люди трудятся. Смотрите. Вот это вот. Теперь. Жития святых. Которые я насчитал в 80-м году. А они по-другому немножко выглядят. А где они сейчас? Ну, очень просто найти. Зайти на наш. Вот сюда. Во свете Библии. Сайт. Большой сайт. Тяжеловесный. Здесь 12 томов златоуса насчитаны. Моим голосом. 12 томов. Книги. Жития святых. Вот. Звук и видео. Толкните только. Ну, и там уже все найдете. По файлам. Дальше. Прямо говорит. Опа. Что дальше пишет? Добрый день, Игнатий Тихонович. Я с удовольствием смотрел и слушал на ютубе серии бесед жития святых во свете Библии. Но за недостатком времени или возможности сидеть за компьютером я скачал все 74 беседы. Теперь я свободно то ли на работе или в дороге слушаю. Большое спасибо. Для меня очень познавательно и полезно. Может быть кому-то будет удобен и этот вариант прослушивания. Я вам скидываю этот аудиофайл на Яндекс. С уважением, Андрей. Ну, вот видите, вот тут написано. Вот мне мелькает, друзья. Я там посмотрел, но отдельно он перенес. Может быть лучше. Дальше. Святое Евангелие. Федотов Максим. Уважаемый Игнатий Тихонович. Спасибо вам за ваши книги. Скачал трехтомное толкование Нового Завета. Начал печатать на А4, так как с монитором нетрудно воспринимать текст. Но все же хочу приобрести у вас полное издание. Тем более такое прекрасное оформленное. Оплату гарантирую. Оплата на банковскую карту. Наложенный платеж. Мой адрес Сергей Борисович. Он вчера скинул, уже отправили. Все, и косопроводительный код, чтобы следить. Идет там идентификационный. Все. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. И у южнокорейцев можно взять полезное. Выше открытое. Мы, европейцы, при сложностях в жизни или служении, как правило, сразу ищем варианты исправить ситуацию через знакомых. Через телефонный звонок и так далее. У корейцев ответ один. Берем пост и усиленно молимся три дня. Если нет ответа, берем пост и усиленную молитву на семь дней. Нет ответа, пост и молитва на сорок дней. И дальше вот где это можно просчитать. Посмотрите. Это интересно довольно. Поучите действительно есть чему. Дальше. Скрипков Анатолий. К хорошему человеку животные тянутся. Это про собак, где там собаки, с ними занимаешься. Игла нигде не мог найти адрес Татьяны Прокопьевны. А, ну это я говорю. Одну это написал в сестре, чтобы она шла. Это у Жанатасии был. Можно просчитать даже. Адрес Татьяны Прокопьевны. Врача в ТУП-зоне в городе Жанатасия, Джамбульской области, Казахстан, СССР в 1987 году. Стал молиться. Пришла на память фамилия Зинкевич. Пожалуй, такая и есть. Вот что удивительно, говорят, у человека души нету. А человеческий организм весь обновляется примерно через 7 лет. Ни одной молекулы уже нету. Все заново наращивается. И вот сколько-то уже лет, с 1987 года, я ее фамилии не вспоминаю, нигде нету. Ну, искал, искал, ничего не нашел. И стал просто думать, как было, и бац, откуда-то выпала фамилия ее. Да где она, если тело мое обновилось несколько раз? Ясно, что душа есть. В душе. В душе это память. Найти ее, чтобы отблагодарить. Хорошая врач была. Это я был в туберкулезном диспансере уже. Хотя туберкулеза не было, только с бронхами потемнение было. Я освободился в 87-м уже на тазах. Вот. Вот он пишет. Игнат Тихонович, доброго здоровья вам. Хочу задать вам вопрос о крещении. Вы говорите о трех допустимых случаях, когда крестить можно непогружательно. Это тюрьма, пустыня и невозможность крещенного погрузиться. Вопрос. Откуда нам известны эти три момента? Есть ли правила святых отцов или какого-то собора об этом? Спасибо, Христос, за вразумление. Я объясняю. В канонах, соборах, в книге правил этого нет. Видите, ответ четкий. Значит, я должен сдать книгу правил. Вот любому задают. Что она ответит на это? Задайте Осипову и другому, которые-то. Никакое профессорское звание не поможет, если ты не любишь дело благовестия. Вот ответ ему. Нет этого нигде. Данное исключение вошло в практику церкви в более поздний период и выражено в решении поместных церквей. А было ли до этого подобное? Было. Вот теперь смотрите. Я просто не буду считать, а покажу вам. Вот смотрите, это жития святых. Это надо было, нам нужно знать, 1173 жития, 12 томов. Вот где об этом говорится. Жития святых. Дальше. Видите, все до одного выбрано. Из 12 томов выбрано. Другого нет. Ни один профессор вам не ответит ни в одной семинаре. Почему? Он этим не занимался. Я занимался житиями несколько лет. Составил симфонию на них. Православные или не православные? Вот Максим Степаненко это увидел. Игнатий что сделал? Это не православный бы делал. Баптиз занимался этим. Дальше. Он отвечает мне. Маняхин Алексей. Поскольку меня крестили в кавычках в советское время обливанием, я не так давно обратился в храм, который я посещаю с просьбой о крещении и погружении. Мой духовный отец категорически отказал перекрещивать меня и сказал, что перекрещиванием занимается у нас некий Игнатий Лапкин. Так я вас и узнал. То есть священник меня долбанул где-то, а он его через это ухватился и уже нашел. Дальше. Вот Юрий Соболев также услышал из речи Андрея Кураева. Он говорит, кто самый известный, знаменитый там миссионер нашего века современности. И назвал меня, а я и знать не знал, что меня там Андрей Кураев так называет. А он начал искать и нашел. И стали друзьями. Итак, я о вас и узнал. Сам того не желая, мой батюшка открыл мне источник света в нашей темной кавычкой церковной жизни. О, как называет. С тех пор смотрю все ваши ролики, очень переживаю за вас и вашу общину. Не лиши вас, Христос, милости своих и помоги молитвой, Пресвятая Заступница Богородица. В результате я принял решение пойти за благословением на крещение, погружением к нашему митрополиту Тихону. Если ничего не выйдет, остается креститься у старобрядцев. Сейчас я посещаю их храм, но естественно как негрещенный. Что посоветуете? Посоветуйте, как старобрядцы, белокринитская иерархия, это настоящая церковь. Игла. Отсоветую приехать к нам в июле. Подробности позже и маршрутка. Алексей. То есть у старобрядцев не креститься? В принципе, мне нравится их община в Новосибирске. Богослужения не идут ни в какое сравнение с теми, на которых я до этого молился в РПЦ МП. Сами люди мне там очень по душе. Видите как? Ну иди туда и принимай крещение. Я им отвечаю. Я был членом этой церкви, а Болган безмерно. Крещение у них истинное, но они создали полигон погубленных талантов. На благовестие они выйдут, и вся их проповедь заключается в одном предложении. Ты еретик, переходи к нам. Все. И так во веки веком. Они залили. Они говорят, не в веки веков, а во веки веком мы, вот это вот, это старобрядческое. Ты еретик, переходи к нам. Вот я им выделил. И вас сделают лютым врагом истины. Самое свирепое общество в стране. Маняхин Алексей. Ну а Болганы можно быть везде. Да, ты прочитал, что они зальют до макушки. А, они зальют до макушки вас лживостью и ненавистью. Против всего, что вы сегодня имеете. Вам будет закрыт вход на мои ресурсы во веки веком. Вот так. И вас сделают лютым врагом истины. Он отвечает. Ну а Болганы можно быть везде, и вне в церкви даже. Это они вам услугу оказали. Ну а поехать креститься к вам, а потом опять вернуться к своему батюшке? Я не смогу так сделать. Ведь он мне не благословил этого. Как потом вернусь к нему? Что скажу? Вот он я, батька. Новокрещенный раб Божий Алексей. Принимай назад. Нечестно это по-моему. Я отвечаю. Таких было несколько нынче. Таких было несколько нынче. И против всех восстали священники, даже архиереи. Но прошло время, и они восприняли, и все наладилось. Он отвечает, Алексей. Игнатий Тихонович, благодарю за приглашение. В таком случае... Даже не приглашение. Я сказал, что делать. Приглашение в этом усматривается. Мы не приглашаем и не зовем. И при том, не в общем, никуда принять крещение. Мы даем знать, где можно это сделать. В таком случае, я все-таки вынужден с ним обговорить этот вопрос. Если он благословит, я, мы всей семьей, у нас четыре человека, дерезнем добраться до вас этим летом, если будет на то воля нашего Господа. Я отвечаю. Да разве будет поп, но такое великое дело благословлять, если сам он не крещеный? Нет. Тут уж, если Бог открыли истину, то советники должны быть сами просвещены Духом Святым, а не страхом перед епископом, обуянные до потери надежды на спасение. Он отвечает, Алексей. Как же вы меня обратно потом к нему, не крещеному, отправите? Я запутался совсем в этом вопросе. Порой прямо руки опускаются. Ответы. Будущее просвещено истинным учением, начинай неуверток и оговорок искать. А, истинным крещением. Да. Начинай неуверток и оговорок искать, по-прежнему своей греховной и застарелой привычки, отрудясь над тем, чтобы священник был крещен. Ему вход к нам не закрыт. У нас крестились разные и монахи, и потом служить едут, уже будучи истинно крещенными. Маняхин Алексей. То есть, мне к нему возвращаться не следует? Я знаю, что вам трудно набирать текст. Вы можете созвониться и обсудить этот мой вопрос. И будет ролик об этом. Я вам отвечаю. Пости Христос. Я всем отвечаю, ролик будет через неделю. Он зашел и поговорил. Видите, я просто показываю, как проходит переговор. И вернуться к священнику. И расскажи ему, чтобы приезжал, крестился, и вопрос снят. Другого никак. Патриарха крестить надо, если он моченый. Крестить надо, это не перекрещивание. Они были обмануты. Юрий Соболев. На мой взгляд, Игнатий Тихонович, замечательное и ясное толкование Лопухина на Матфея 3.6. Для всех апологетам мочение, окропление. Кавычки открыты. Крещение совершалось днем, через погружение всего крещаемого. И когда празелит стоял в воде, то ему преподавали некоторые отделы закона. Крестились все семейства празелитов, включая и детей. Вот так. По слову Иоанна, мужчины погружались в воду. Таков, несомненно, точный смысл употребленного здесь греческого слова «баптиста». Которое означает «погружать». Погружаться, но не окроплять и омывать, как этого хотелось бы некоторым экзегетам. Экзегетам. Вот Дудин там. Нет, это скамейки омывать, то же самое слово. Знания микроскопические. И с Лопухиным пытаются спорить. Да и так понятно. Да и зачем было людям, прибывшим к Иордану, окропляться, когда в этом не было никакой надобности при обилии иорданских вод? И когда у самого Иоанна едва ли были какие-нибудь вещи, нужные для окропления? Но другой вопрос. Сами ли крестившиеся погружались по приглашению Иоанна, или же их и всех без исключения погружал Иоанн? То есть, руки накладывал и погружал. Вопрос этот труден, и ответить на него нелегко. Слово «крестились» в шестом столетии гречески употреблено, очевидно, в страдательном залоге, на что указывает дальнейшее крышка. От него слово. От него слово. Далее. Далее. Иоанн везде относит самый факт крещения к самому себе. Я крещу или крестил. Матфея 3,11. Все дальше. И равно, как и другие, приписывает акт крещения самому Иоанну. И даже это надо знать. На основании этих соображений можно предполагать, что Иоанн сам самолично погружал каждого в воду, возлагая на него руку или руки. Ответь, пожалуйста, руку или руки. Я отвечаю. Игла. Совет носит нерекомендательный характер. Меня спрашивал Алексей, а вот священник, кто допускает как? Я отвечаю, будет церковно-приходской совет. Голосовать будут, спрашивают. И дальше этот совет. Решение принимает священник. Носит рекомендательный характер. Да, характер. Решение принимает священник совершенно независимо ни от кого. Можете пригласить своего священника креститься. Непростые вопросы, готовящиеся к крещению. Это так называется будет ролик. И вот Владислав Морощак видно, что человек очень много времени проводит в интернете, находит хорошие статьи и мне прикидывает. Слава Иисусу Христу! В вашем ролике с 57 минуты нету звука. Нету, я проверил, нету. На этот ролик кто-то переделал уже там, и вы поставили его. Это не я его поставил. Николай Веселов, мир вам, Игнатий Тихонович. Как мне поступить, когда я священнику предложил десятину, он испугался и не хотел брать? О как. Поясняю, что так поступают сектанты. Понятно, сектанты. Когда в Библию считаешь, о, как сектанты носите. Десятина сектанты. Все, что библейское, это не православное. Так это не церковь тогда никакая. Руководства-то нет никакого. Десятина это сектанты. Просто слово сектанты у них, людей на ущелье не знают, не ходит в церковь. Увидели одетую, у нас платочки подвязаны. Это сектанты какие-то. Детский лагерь идем, дети, длинное платье у детей. О, платье длинное. Это сектанты какие-то. Сколько же их развелось. Слово сектанты проникло все. Почему? Самая большая секта, это московская патриархия. Это пишут в интернете так. Самая большая. Полностью отсеклась от того, что Бог дал. Ни Евангелия не знают люди, ничего. Дальше. Я его успокоил, что меня мучает совесть. Я обкордываю Бога, не платя десятины. На это он пояснил, что десятина осталась в прошлом, устарела. Церина устарела. Даже не придумаешь ничего. Семинария, академия оканчивают только для одного, чтобы оправдать любое безумие, которое в патриархии есть и в жизни. Только для одного, больше ни для чего. Ее заменило пожертвования в храме. Покупка свечей, литературы и так далее. То есть торговля. Святую десятину заменили. Вот лучшие свидетельства. Торговля заменила. То есть благословение заменили проклятием. Это надо дойти было, постепенно дает. И что дальше? Так ли это? Если он отказывается брать в руки десятину, можно ли ее класть в мешочек, когда собирает деньги, или положить в ящик для пожертвования? Подскажите, как поступить правильно. Никуда не ложить, к ногам его положи и уходи. Написано, положили к ногам апостолу. Никаких ящичков, никаких мешочков. Лично в руки отдать. Или около ног. Вот два варианта. А он уйдет. Все, пусть ветер деньги развивает. Ты отдал. Он будет подбирать, потом бегать, когда ты уйдешь. Никогда благословение не может быть заменено проклятием Божиим. Вот ответ один. Запомните это. То, что в церкви заменено, церковно, не может быть заменено проклятием. Вот что означает замена святой божественной десятины, установленной всемогущим Богом. Заменено на проклятую торговлю, делающей храм вертепом-разбойником, во главе с облегченным в Ризе паханом вертепом. Паханом. Паханом вертепом. То есть это же не священник, а просто пахан вертеп. Если вся церковь вертеп, разбойников, а он старший здесь, это пахан. Это церковный пахан. И разговаривает на другом языке. Это феня церковно-славянская. Феня бандитская. Дальше. Это Иннокентий, архимандрит говорит. Не мои слова, Павлов. Положи у его ног и уйди. Далее Бог будет сам действовать. Малахия 3.10. Принесите все десятину в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саввул. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка. Деяние 4.37. У которого была своя земля. Продав ее, принес деньги, положил к ногам апостолов. Куда делать деньги? К ногам. Дальше. Иеремия 7.11. Не саделся ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое. Вот, я видел это, говорит Господь. То есть безумие в храмах совершается. Торговля. Без торговли храма ты не найдете практически ни одного. Это вертепы. Вертеп во имя Серафима Саровского. Вертеп Покровский. Вертеп разбойников. Матфея 21.13. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойников. Вы сделали. Вы, вы, попы сделали. Вы архиереи. Софрина, это главный маршрут дает безумие этому. Софрина закрытие, все на этом кончилось. Миллиардов этих не будет. Они будут что угодно гнать. Свящей-то ни одной чисто нет. Там же не воск. Всякие сырозины, глаза, катаракты ослепляют всех только этим. Ну вот я показал, где православный форум от об иконах идолов. Посмотрите, где считать нужно. Спрашивает, а где вот у вас говорили там что-то, на каком собрании, что там ушел от вас архиерей. И вот где внизу два места. Запомните. И дальше. Денис Васнецов. Покажите Игнатию Тихоновичу вот это видео Эдуарда Ходаса. Это больше, более ранее было. Вот оно какое. В нем он показывает, что хаббатские раввины. Хаббат это такая ортодоксальная иудейская секта, имеющая большую власть во всем мире. Ждут великой смуты во всем мире. С середины июня до октября этого года. С Шавуота до Сукота. И последующего прихода Машааха. То есть, мессия по-еврейски. Раввин Йосиф Бергер, один из отвечающих за гробницу царя Давида в старом городе Иерусалима, приступил к написанию свитка Торы, который он лично должен вручить Машааху. И самое интересное то, что первую букву в этом свитке они по каббалистическим соображениям поменяли на букву, означающую совершенство. Для них совершенство это богатство. Но это не все, что было в видео. Обращение Эдуарда Ходеса. Было бы хорошо для многих, если бы Игнатий Тихонович сделал разбор на это короткое видео по обращению, хотя бы потому, что заявляющий сам лично встречался с Менахем Мендл Шнерсоном, последним лидером этой секты, которого они изназвали Машаахом. А в 2015 году они заявили, что он жив и здравствует в материальном теле в этом мире, то бишь воскрес. С этого можно было бы посмеяться, если бы они не имели такой власти во всем мире. И если они это заявили, значит они уже знают, как они будут это реализовывать. Еще раз подчеркиваю, пусть Игнатий Тихонович сам посмотрит видео и по возможности сделает обзор на это видео. Оно длится лишь 38 минут. Спасибо. Я не буду обзор, потому что этой теме я посвятил около 14 лет. Занимался, собирал все, что было до революции за границей и здесь. Вот у меня материалы выходили М1-М5, и меня в обвинении, когда судили, это было о масонстве. Как это? А этого я еще раньше посмотрел до этого. Ничего этого нет. Говорят, это бред сивой кобылы. Там разбирать нечего совершенно. Не относится ни к писанию, ни к чему. А чего разбирать? Да мало ли что, кто сблюет. Столы наполнены отвратительной блевотиной и в этом возиться. Как говорит, не буду. Господь говорит, не имею на тебя ничего, если ты там не постигать глубин сатанинских. Здравствуйте. Андрей Кричков. Ну вот он, Яна Златоустова здесь тоже хорошо переделал, легко брать откуда. Переделал, то есть, жития святых, другой вариант сказать взял. Да, доступ к житиям святых написано, я на их диске. Олег Каширский. Что значит, зачем? То есть, ко мне просятся, хочу внеси вас в скайпе в список свой. Я спрашиваю, зачем? Что значит, зачем? Простите, вы же сами мне ответили недавно в Одноклассниках, что вам удобнее общиться по скайпу. Да. И логин мы выяснили. Модератор ответили, а там не бывает. Я просто нашел вас по логину, который вы мне дали и отправил запрос. А слова, которые вам пришли, это автоматически набрано для всех, кого я хочу добавить. Добавить. Я спрашиваю, зачем добавить? Хотите по скайпу поговорить? Ну вот так, значит. Когда ответят, тогда так. Александр Марьясов. У нас от того, что нет никакого совершенно здорового вере, но все больны, одни боли и другие менее, никто не в состоянии пособить в лежащем. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовые, и расстройства нашей жизни, то не знает, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас, потому что мы идем такой дорогой, как будто решились идти против заповеди его, святителя Азлатоуст. То есть люди, которые ничего не знают, вот они бы прочитали заповеди Христова, потом на нас посмотрели, все нарушаем, все заповеди, все попрано. Это я Азлатоуст говорит, начало пятого века. Он в 407 году был погублен. Вот ситуация какая в церкви. Это то, что не духовная развалин, а вертеп разбойников в подлинном смысле. Худших врагов истины не найти, чем православная. Он говорит о православных. Дмитрий Смирнов говорит, какая у нас вера? И ответ бесовская. Бесовская вера в православие. Прямо настаивает. Ну а как оно? Бесы веруют и трепещут. А то хуже бесовская. Не веруют и не трепещут. Главное, исповедуйся, причащайся чаще. То есть, чтобы больные были и все умирали. Вот это и есть бандиты. Игнатий Тихонович, в книге Откровения, 16 главе действий, ангелов. Это есть уже как начало суда на человечеством или предопределение его? Вопрос, знак, упростительно. И в 19 стихе город великий распался на три части. Это речь о Иерусалиме. Спаси Христос. Смотрите, что касается Откровения, вы не спрашивайте. Вот у нас трехтомник Откровения. Покажи. А да нет, уже отправили, да? Ну-ка, глянь здесь. Нет. Ну, здесь. А ну-ка найди. Вот. Я покажу. Это наше издание. Лучшее издание за 2000 лет. Полное толкование. Полное толкование. С Откровением вместе. По Блаженному Апиофилакту. И вот в третьем томе, видите, как оно выглядит. Показать. Держи-ка. Каждый том 752 страниц. Если так, подержи. И вот в третьем томе, вот это первое, где третье. Вот. И здесь же 240 иллюстраций Густава Даре раскрашены. Я просто покажу. Это нами раскрашено. Полное толкование и откровение. 340 страниц. Которые сделал отец Геннадий Фас. Собрал. Собрал. Из всех святых отцов за 2000 лет. Это в нашей третьей томе. Третий том. Положи. Поэтому здесь и смотрите. А эти книги здесь находятся. На нашем сайте. Вот она книги. Вот она издание. Вот открыл ее. Только ткнул. Все книги открываются. Где? Новый Завет. Вот там Новый Завет. Том 3. Только ткнул. Том 3. Так что мы указываем, где можно брать что. Вот теперь показываю. Это наша страничка в моем мире. Посмотрите, как она выглядит. Заходите. Тут можно задавать вопросы. Вот вчера выставили вот это. Кто это говорит здесь? Валентина. Это из друзей наших. Что она говорит? Галинушка красавица. Мир и Божье благословение тебе и твоим отроком. С любовью от... Видите уже? Отзывы старайтесь здесь не делать. Здесь выставляется у нас и жития святых. Вот допустим наш видеоканал. Вот он как выглядит. Посмотрите. Заходите. Здесь более 4 тысяч разных. Вот будет 2 миллиона просмотров будет. Сколько подписчиков? 2 тысячи 868. Вот. И вот здесь вот если вы посмотрите, вот главная страница. Вот главная. Я сейчас отткну ее и открою сокровище. Еще одно. Прямо здесь. Вот оно где. Жития святых. На каждый день. Вот оно. Это мной начитано в 80-м году было. Закончено. И теперь человек нашелся, который их оформляет. И по одному житию. На все жития на каждый день. 1173 ролика только здесь будет. Заходите. Слушать. Только ткни сейчас и уже начинаешь слушать. Вот как еще какой вариант у нас есть здесь. Ну и теперь немножко надо посмотреть. Вот какое дело. Смотрите. Это вот моя страница. А вот здесь почта. Я на почту хочу показать. Какие интересные на почту приходят ко мне еще. Ну это перевод сделал деньги. А вот один русский заходит. Русский. Что он пишет? Про оккультизм и мракобесие всех видов на российском ТВ. Телевидение. Ну и дальше что? 12 афонских старцев против 8-го Вселенского собора и ереси латинства. Вот оно где считается. Перед тем, как начать говорить. О фекалиях. Скажем о недопустимости 8-го Вселенского православного собора. Всеправославного собора. Ну я просто скажу. Вы считайте, что здесь написано. Вот я держу. На этом месте покажу. Сейчас продерну. Тут про меня начинает говорить. Я даже не ожидал это. Иларион Алфеев в своей книге говорит. Дальше. Филосемитские протестантские сентенции насчет евреев с точки зрения учения церкви и евангельского святоотеческого учения и предания церкви. Иудеи после того, как распили Христа, они теперь отпали от Бога. Иудеи после того, как они распили Христа, они теперь отпали от Бога, и они сатанаизбранный сброд. Тем паче современные талмудические иудеи. 8 слов против иудеевства. То есть он со мной не согласен. Я не выбираю. Вот как есть, так и беру. Что он со мной не согласен? То есть с евреями, как я об евреях говорю, он против. Теперь что? Ваши протестантские сентенции. Я не поддерживаю. Да. Я не поддерживаю мнение Лапкина насчет церковно-славянского языка. То есть второе. Я говорю, надо на русском языке. Дальше. Насчет монашества. Я говорю, что монахи должны идти проповедовать, а не сидеть за стеной. Дальше. Насчет воинства. То есть мы говорим о том, чтобы молиться, а не воевать. И многое другое. Ибо я за воинское, рыцарское, аристократическое, национально-имперское движение. О, какое еще бывает. Сколько дефисов-то. Но, 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 но. Но нигде евангельского. Ничего здесь нет. Он с чем не согласен? То есть с Евангелем. Но. Он прав насчет миссии и проповеди Евангелия. Хотя я многое у него не принимаю. Но я его поддерживаю на 70%. Он молодец. Ой, он огонь. Знаете, иногда человека начинаешь в духовном смысле любить за его ревность, за его открытость, за его искренние взгляды и подвижнические труды, за его любовь к Богу, за огонь. У меня есть друг Саш в США. И он член радикальной организации Куклус-клан. Как бы мы многие к ним не относились, у них есть хорошие. Ну и так дальше. От Лапкин что говорит? Благовестие всеобщее. Вот посмотрите где. Патриархийная ненависть даже на крещение. Вот он что взял. Ну и дальше что он пишет? Теперь на видеоканалах. Тормозну, а потом покажу. Считать это много, конечно, мы не можем. Вот, смотрите сколько написал. Это про еврея где-то, не согласен. Вот это одно письмо мне такое. Да какое времени хватит здесь? Теперь по теме. Теперь смотрите. Опять высвечивай, потом люди посмотрят, посчитают. И вот где уходит. Вот дальше 100. Вот сколько. А то сколько он накидал. И Кураева тут и... Солодков кто-то. Дальше. Видите как. Это столько материалов сделано. Ну и понятно, что материал очень большой. Мы этого ничего не можем здесь делать. Мы показали. Вот. Теперь у нас остается что еще? Вот посмотрели этот. Тут кажется один человек зашел за это время. Давай посмотрим сразу сходу. Комментирует какое-то. Вот это вот. Теперь чтобы его открыть, я в ответ ткну. Он открывает новый здесь ролик. Вот он где-то идет. Что тут он пишет? И вот. Инна Тучкова. В открытый бой вступил священник Дулевич. Но это видео почему-то Игнатих Нашлапкин скрывает. Почему? Что вступил? Священник Дулевич. Но он не священник, насколько я знаю. Ну никакого священника такого и не было нигде. Это шпана я называю. Кодло патриархийное. Зачем отвечать и говорить? Ролики мои. Я знаю, что, когда выставлять. То есть уже надо командовать здесь. Что еще? Так. А что, три дня назад это было? Ну да. Ну почему скрывать ролик Дулевича, спрашивают? Ну-ну-ну. Это не его ролик, мой ролик. Это ваш ролик с Дулевичем. Да. Его уже взяли, давно выставили. Давным-давно стоит. То есть не знает, что сказать. Украли. Украли. Не просто взяли, а украли у меня его. И выставили буквально на следующий день в интернете. Дальше. Ну и тут, что другие говорят, просто можно прочитать. Вот. Прямо сходу только начинаем. И мы сразу видим, какая неправда погружает их. Теперь. Вот что тут вышли? Вопросы. Тоже не смотрел. Видите? Вот. Галочка-то означает нетронутая. Я открываю ее. Сейчас, чтобы открылось. И посмотреть. Что? Ну-ка. Иван Зуев. Был он у нас? Да, да. Раньше был уже. Ну что он тут? Рождение свыше. Игнатий Лапкин. Сын мой. Дай мне кровь. И дам тебе тупо. Это было, по-моему. Читали, читали мы. Было, да? Да. А вот этого не было. Дальше. Николай Евтушенко. Подводная лодка что-то здесь. Что он пишет? Приветствую, Игнатий Тихонович. Я хотел вас спросить, для чего служат иконы? Ну, для чего иконы служат? Для того, как бы молятся перед ними, к первому образу возносятся. Ну, я называю это для нас, как костыли больному. А из них сделали буквально в самом состоянии. Из них дал поклонство, как сектанты говорят. Хотя иконы не идолы. Ну, что с иконами? Ходят, шагу не могут шагнуть. Иконы нет, молиться нельзя. Ну, это бред, конечно. Николай Снегов. Игнатий Тихонович, ваше отношение к еромонаху на сцене? Дайте ссылку. Я уже говорил это. Ну, и оставить его, пусть он на сцене и идет. Он поет там, я помню, чудное мгновение, еромонах. Чудное мгновение. То есть, он никакой не еромонах. Ну, пусть поет там где-то, но и церкви. Пусть уйдет. Ахлобыстин там. Какой он? Кривляка. Бесноватый. Зачем он нужен? Эдгар Коренович. Игнатий Тихонович, по какому методу вы читаете Библию? Она насчитана на нашем сайте. Какому методу? Ну, имеет в виду, видимо, не просто насчитана, а каждый день. Вот. Ну, и по порядку считаем, когда возможности. Я почти целый день сижу здесь с Библией по интернетной версии. В печатном виде даже в руки не беру. Валентина Бутчанина Мельник. Родной город Пинск. Примечание. В профиле одно, единственное фото. Видимо, муж. Да, и что тут такое? Миром Игнатий Тихонович, скажите, десятину только в руки священнику надо давать или можно в любой ящик трилку уложить, как сказали в храме Спаси Христос? Так, только в руки священнику, только. Олег Каширский, город Щелково, Щелковский район, Россия. Вот он, где как он выглядит. Что-то с мороженым, кажется. Вот такие не ставьте. Вот Великий пост, и он стоит с мороженым. То есть он обязательно споткнется. Голубей кормит. Не своих, конечно, там на скамейке сидит. У меня свои. Вот он сколько фотографий сделал, показал, какой он. Что? Здравствуйте, Игнатий, мир вам. Простите, я отчество вашего не знаю. Как обращаться к вам только по имени не позволяет возраст. Сегодня мне один православный брат прислал видео. Мы посмотрели с женой этот ролик. И есть несколько вопросов. Если вы не против. Не против. Заходите по скайпу и обсудим. Александр Гембержевский. 40 лет, Первомайск, Украина. Спасибо вам, Игнатий Тихонович. Передаю ваши ролики дальше друзьям своим. И сам учусь. Помолитесь, пожалуйста, за моего покойного папу. Виктор. А православный он был. Я вас люблю и уважаю. Спасибо. Понравилось вам. Мама вас и рада за меня. И очень понравились. Вы. Я вас уважаю. Я обожаю. Вам-то не годится. Обожаю. Дальше. Протерей. Андрей Ткачеву. Современное духовное состояние. Там чего-то. Ну, а я Андрея Ткачева не знаком лично. Не встречался. И выступает он правильно. Но я не могу объяснить. Вот. Когда я вижу, как он выступает. У меня внутри, внутренний голос говорит. То есть я его очень опасаюсь. Почему? Не знаю. Не могу объяснить. Потом узнаю кое-что из биографии. Потом гляжу, как все ходят в храме. То другое. То есть слова его, они как будто для него только. Для него. А что вокруг делается, там просто свидетель. Да и даже не свидетель. Я ничего не могу сказать. Хороший батюшка. Нормально. Выступал. Бежал с Украины. Там иначе бы его ухлопали. Он там призывал. К тому, чему не надо призывать. Но внутренний голос. Вот у меня. Я внутренним голосом хочу просто поделиться. Что крайне настороженный. То есть как бы в любой момент он может тебя хлопнуть и за угла пристрелить. Вот такое впечатление. Он ко мне вообще никак. Он знает, если сказать, он может быть против будет. Вот Андрей Кураев. Я о нем говорил. Говорит. Игнатий меня по всем кочкам протащил. Я 120 раз упоминаю в книгах. И не в положительном. А он отзовется в самом возвышенном. Потому что он был здесь, покупал книги. Я ему подарил там большую часть их. И дальше. Что тут? Аля Питерская. Молитва у вас очень хорошая. А о детях у вас есть молитва? Есть молитва. Как молиться о взрослом сыне? Он очень скрытный и одинокий. Не может себе создать семью. Что вы посоветуете? Какой текст читать? Какую молитву и кому? А то сердце мое материнское очень переживает. Вот молитву прочитаю и все как-то сделается. Понятно. Это православные говорят. Открывайте свои желания перед Богом. Филиппийцам Павел пишет. Я отвечаю. Нет. Это может другой вопрос. А какой вопрос был? Морозов. Геннадий Морозов поклон вам. А, как приобщиться к РПЦЗ. Я отвечаю. Вот. Считать не надо будет. Я просто подержу маленько. Просчитаете. Большой ответ. Вот. Да, и как распространялось я жил в мае. Так. Прощаться. Но прежде того. Отложите десятину. То есть десятая часть заработка и пенсии для священства. У меня это распространялось на всех, кто бы не жил в моем доме. Даже квартиранты, с которых я никогда ни рубля не брал. Но все откладывали на месяц нужный 25 рублей. До 1980 года так было. Вот 25. А потратили 10 или 15 рублей. Остальные на дело Божие отправляли. Деньги все должны быть в распоряжении мужчины, а не женщины. Что муж работает, а она рукавом растресет. И это почти абсолютно везде так. Это при условии, что муж не пьет, он глубоко верующий. Иначе тогда беда. Вот. Теперь молиться нужно как? Филиппийцам 4.6. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении. Ну и понятно. Дальше. Вопрос. Вы посмотрите, который здесь спор, вот это вот. Открывайте и там считайте. А не времени не считать. Вопрос. Вопрос. 1500. Что это он? Раньше на этих занятиях в университете вы много под запись читали молитв на все случаи жизни. Ну вот уже несколько лет, как вы перестали их читать. Почему? Я мать шестерых детей, теперь у моих дочерей свои дети. Нужны хорошие молитвы о детях. Я ответ даю. Вы не просите, дитя не плачет, мать не разумеет. Что же ему, ей дать? Даю несколько молитв таких, составленных не мной. Но всегда молитесь и своими словами. Благодаря Богу. Филиппийцам 4.6. Воздыхание матери о своих детях. Не заботитесь ни о чем. Не заботитесь ни о чем. Но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Вот воздыхание матери о детях. Я сейчас продерну. Вот посмотрите, как записываете молитву. Вот если записали ее, снова вперед. Вот она где. Вот она какая молитва. Это я делаю. Один ответ даю. Дальше. Молитва о детях, преподобном Вросе. Воздыхание жены во время беременности. Дело я продерну кверху. Вот сколько надо было печатать. Дальше вопрос. Сила, деньги. Вот отвечает, как я отвечаю. К молитве. Заповедем Господнем. Посмотрите, какие ответы дают. Вот как. Вот дальше даю стихотворение тоже прочитать. Это мое стихотворение. Видите, каким. Там Слово Божие красным. Стихотворение каким-то фиолетовым. Дальше. Геннадий Морозов. По стиху Христос хочу исполнить закон о десятинии торговли в храме, покупающий также виновен. Будут ли в счет десятины свечи или что иное так давать, а не продавать? Так давать, дома дело не будет. Зачем вам это нужно? Это вторая десятина. Первая, чистая, ничем не поврежденная должна быть священнику отдана. Тавид 1.6.8. Вот прочитайте, как он давал, куда десятины идут. Это из Святой Библии. Елена Кретова, 26 лет, Алмата. Здравствуйте. Очень хотела узнать, как определить, есть ли на мне проклятие. Ужасно все идет уже полгода. Я на это отвечаю. Вот оно. Считайте, это места писания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это не все еще. Вот мне нужно искать ответ. Александр Пигалев. Игнатий Тихонович, как быть, если крестный не выполняет свои обязанности? Да никак, чтобы не было крестных. Это обман. Никто не выполняет. Это все фикция. Галина Славягина. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Сейчас я искренне радуюсь нашему знакомству. Несколько лет уже я молюсь Господу, чтобы он мне послал друга в лице человека, так как я сильно ощущаю свою немощь духовную. Все это время он молчал, Господь. Я размышляла, зная ли я его, почему он медлит, чтобы помочь мне. Я понимала, что ему важнее, чтобы я прежде с ним была близко, ибо он есть истинный друг. Но я продолжала постоянно просить его об этом. Ведь плохо человеку одному. Я чувствую сильно духовное одиночество. Ради Христа поддержите меня. Прошу вас. Вот дальше я отвечаю. Друзья. Моего сердца коснулось ее по-христиански. Вот я ей тут показываю. Виктория Шортская. Здорово. Видишь, какая веселенькая платьишко выше колен. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Нашла крестик, надела на шею. Ношу лет шесть. Но не покидает мысль, что это плохо. И нельзя носить чужой крестик. Но в церкви я его осветила. Можно ли его носить? Можно носить. Ну зачем вот такие предрассудки-то? Мы заходили к нему на страничку Валерии Бонды. Простите за беспокойство. Чем бидный адвентист заинтересовал одного из ведущих православных проповедников современности? Ну то есть, что ты хочешь сказать. Сергей Кучумов. Игнат Тихонович, мир вам. Спаси вас Господь. Сейте добрые семена на благодатную почву. Христос, говорящими правду. Роман Радченко. На радость христиан ныне, уже не в субботу древнюю, а в субботу новую, в первый день нового творения, да будет свет. Этот день и есть новозаветная суббота Христова. Суббота Ветхозаветная никак и не равна воскресному нашему дню. Это все равно, что сравнивать и жертву ягненка с агнцем Божьим. Эти места понравились особо. Спасибо за ответ. Очень полный. Это адвентист? И вот он православный уже сделался. Я чего просил. Просто мне один человек, называющий себя православным, пишет с претензией. Куда в аптесты 4-то заповедели? Ага. Виталия Шостко. Можно ли крестик носить, спрашивает? Ну-ну-ну, вот отсмотрение. Носить-то можно. Все. Да. Дальше. Татьяна Старкова. Знаете, спасибо. Мне очень нравится все, что вы делаете и говорите. Один метод воспитания кричащего мальчика, не слушающего свою маму, достоин изучения и распространения, как интересный опыт воспитания православного человека. Это Яша плащет там. Я с интересом прослушал видео сообщения по скайпу. Интересно мнение еврейской нации. Вы являетесь примером правильного, уважительного отношения к людям, инакомыслящим. Да. Мне не нравится агрессивность, в которой зачастую одни отказываются от других. Отзываются. Отзываются от других. Вот бы все мы научились общаться, любовью друг к другу. Спаси Господа. Да. Ну, об евреях у меня вот много сказ. Смотрите, где ножа найти. Почитайте. Евреям нужно благословлять, а это юдафобия, это, я считаю, хуже некуда. Дальше. Спасибо за ответ. Ну, что делать? Его носить или отнести в церковь, или заменить на другой? Ну, беда какая прямо, крест. Ну, носи, перенеси, отдай. Архиепископ Сергий Александр Миронов. Ох, какой хорошенький. Не пузатый, ничего. Дальше. Что это? Кому относятся? Это на Синодии, во Франции. Приветствую вас, дорогой мой брат из Латауста, Игнатий Тихонович. Если не ошибаюсь, в отчестве. Я вас помню с 94-95-х годов. Я только тогда начинал услужение в Барнаульской епархии. И вы мне писали письмо-приглашение, чтобы приехал к вам провести крещение погружением. Потому что я на Алтае тогда только крестил погружением. Не знаю, может, и еще какие-то священники тоже крестили. В 95-м приглашал. Зачем приглашал, когда потеряю в Кабылай крестили? Что-то ошибся он. У меня через полчаса, вот по этой ссылке, радиоэфир. Вот он где. Я архиепископ, патриарх, экзарх, православная церковь Европы, представитель патриарха Николая в России. Не знаю, кто Николай, кто-то, что-то это, это не московская патриархия. Если есть желание, можете послушать мою радио или даже выступить на нем. Могу вас подключить к эфиру. У меня трансляция идет час, ну, можно чуть больше, полтора часа. Ничего себе. С полдевятого по московскому времени. Основные слушатели это Казахстан, Германия, США, Москва, Питер, Украина. Среди них больше ЕКБ. Ну, понятно. Он снова говорит, вот он. Каждый вечер, суббота, воскресенье, понедельник. Ну, что-то непонятно. Это кто? Максим Бурбанов. Здравствуйте, отец Игнатий. Помогите понять, правда ли такое делается? Или клевета все этого? Ну, понятно. Это Савы, тут Синий, это архиепископы, там гомосексуалисты. Даже разговаривать не хочу об этой мерзости. Вот теперь смотрите. Прокрестит. А, вот так. Теперь. Вот какие ответы. Ответы нужно знать, где Библия. А Библия не знает, поэтому... Что попало, Мелят? Крестить. Вот, читай. Вот чего никак не могло быть. Так это того, чтобы я приглашал кого-то крестить у нас полным погружением. Мы со стороны никем и никогда не пользовались. Кроме как хорошо проверенных, где с рукоположением абсолютно несомненно. К нам приезжал отец Новому из Грузии, от патриарха Ильи, мой крестник. Кресть Ильи, мой родной брат, отец Иаким, один раз крестил здесь, на реке, отец Петр Гутович и отец Михаил Курочки. Больше никого не было. Это патриархийные все. Эти из Московской патриархии. Их и проверять не стоит. Там все истинные по рукоположению. А что это за патриарх Николай? Кто его рукополагал? Откуда у вас хиротония? Покажите время, начало имена, фамилии. Только без обмана. Ну, дальше отвечаю. О чем здесь? Синод я показываю, что надо заниматься. Вот так. Если они гомосексуалисты, вот как получается. Рассуждать надо, а не просто гвоздать их. Еще доказать надо, такие они или нет. Бывают и клеветы. Алина Лебедева, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Где находится ваш лагерь? Чем вам надо помочь? У меня ДЦП. Ну, я очень верю в Господа, на его милость уповаю. Епископ Миронов пишет. Меня рукополагал епископ Антонио Барнауле в 94-м. В 2010-м году возведет в Архимандрита митрополитом ангелов в греческой старостильной церкви. В 2011-м году в епископу рукополагали митрополит Кириак, Комерциндер, Гущенко. Служил где, как и прочее такое. Дальше. Михаил Родин Балакова. Игнатий, я знаю про вашу деятельность. Я сам до присоединения к церкви был 10 лет протестантом. И тоже считаю важным изучение писания. Меня смущают некоторые моменты в вашей деревне. Когда утрачена традиция, нет преемственности. Любые попытки реконструкции этой традиции выглядят маскарадом. Простите за прямоту. Какую маскараду, а какие традиции, что там у нас, непонятно. Что традиция, одежда благоприличная или что маскарадом. Ну и посмотреть тогда, что он предлагает взамен. Выглядит маскарадом. Никто никогда этого не говорил. Но я считаю все. Игорь Кузнецов. Здравствуйте, Игнатий. Мы с женой сегодня посмотрели видео с вами. И я его к себе добавил в видео по записи. Показал бабушке жены. Ей 72 года. Очень рады вашим трудам. Они драгоценны. У меня борода по лицу. Ну дальше, какой он есть, о себе пишет. А дальше просто посмотрите. Платиры и прочее. Дальше. Галина Крупина-Кашкевич. Батюшка, благословите меня, помолитесь за меня. Потерялся в этом мире, обманывается. От этого грешу, но каюсь. И даже сил не стало молиться. Не хочу читать. Тяжело. Вот они годятся. В первую очередь, сережки сбрось. Надень платок. Закрой грудь. Губы не крась. Ну и прочее. Тогда ты увидишь, что-то маленькое. Даже внешнее, чтобы было по-настоящему. Дальше. Архиепископ Сергий Морозов Александрович. Моя цель это не признание меня в кругах к архиерии, а проповедь Евангелия, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И сие творю, чтобы быть соучастником Евангелия. Многие мои знакомые православные родились свыше через Слово Божие. А до этого были просто захожане или прелигиозники. Я могу дать вам слово на нашем радиоэфире. Можете засвидетельствовать о себе о действии Слова Божьего в вашей жизни. Дальше что? Вот нужно лагерь на Алтай. А я показываю, что это про лагерь наш. Вот посмотрите. Где и что, какие данные. Вот данные наши. Так. О чем он тут говорит? Вас на радио приглашают. Ну да. Как на практике сделать, выступить у них. Дальше. Алексей Коробов, Самара. Игнать Ихоныч. Здравствуйте. У меня знакомый стал ходить в церковь протестантам и на их группы. Чем они отличаются от православных? И можно туда им уходить? И чем для него это чревато? Чем же нас этим потянет православие и погибнет? Это не церковь. Какая церковь? Никаких динаминаций, никаких конфессий нет. Выбросите слова. Ересь. Церковь и ересь. Конфесс. А то динаминация, динаминация. И друг у друга воруют слова. Там не дочитали. И там не дочитали. Он говорит, что с ней происходят чудеса. Что ему Бог помогает. Он молится на их языках. И молитва у них своими словами. Понятно. Языки это не от Бога. Даже говорить не надо. Антоний говорит. Сатана может сделать так еретику, чтобы по воде прошел. Чтобы увлечь в ересь. Максим Шосток, Краснодар. После музыкального училища хочу поступить в духовный семинарий. Ну вот. Если я плохо закончил общеобразовательную школу, примут ли меня туда? Само туда. Самые тупые, самые негодные. И, собственно, злобные такое. Это только в семинарию. У меня очень большое желание стать священником. Замечательно. Двоечник, троечник. Вот приехал Никита. Ничего не умеет делать. А его уже в священнике. В Украине священники. Он никуда не угоден. Только в попы. А туда кто? Кто экология был, бывшая парторгия. Самые тупые, самые неразвитые. И самые корыстолюбивые, злобные, мстительные. Это только в семинарию. Больше ему никуда. Дальше. Насчет языков молится. Ну, тогда давай. Этот ваш знакомый находится в пределах видимости или досягаемости от вас. Знак вопроса. Если он пожелает, то можете дать ему наши позывные, чтобы он все это просмотрел, прочитал, прослушал. Куда он ходит, это секта, а не церковь Христовая. Никакого спасения там еретикам нет. Возможности достичь. Но этим словам не поверит. Он этим словам не поверит. Будет своими словами мыслить, а не божьими. Института 10-ти ретика после первого и второго разумления. Можно и обратить его. Нельзя. Он в будущем самоосужден. Следующая стиха говорит. Он сам себе приговор подписал. Дальше опять этот архиепископ. Я вам дал мой скайп. Покажу и расскажу, как вас подключу. И что вам нужно на радиостраничке нажать, чтобы у вас слышно. Лучше пользоваться наушниками, чтобы не фонило с колонок. Колонок. Ну да, даже в какое время. Если кто знает, соедините. Тут я уже, наверное, в деревню уехал. Это было раньше еще. Антоний Гребенщиков, 25 лет. Здравствуйте, Игнатий. Игнатий смотрел ваш диалог с Александром Артамошиным. Игнатий, простите, а можно вас спросить? А евреи храм Соломона? То есть про евреев. Смотрите. Я сейчас проводить буду. Смотрите, дальше это много. Посмотрите, просто тормозните и прочитайте. Видите, сколько. Это у нас, значит, все уйдет. Дальше. Марина Савельева, Москва. Игнатий Тихонович, знаю, что вы занятой человек. Однако дерзаю спросить вас. Вы можете указать на цитаты из Нового Завета, где говорится о духовной жизни христианина, как подражание Богу? Кто из отцов это трактует? Феофилак Болгарский, знакомый у вас. Вот так, да. Наталья Скромная, Петербург. То ли скромная, и фамилия такая интересная. Если говорят скромная, это фамилия хорошая, русская, но они, как правило, даны евреям. Под этими именами они смиренный, красивый. Вот такое будет. Дальше. Игнатий Тихонович, помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы Господь меня направил в какой-то храм. Мне очень нужно с каким-то батюшкой, чтобы он молебенно служил. Но все священники заняты. Последний раз в воскресенье была в храме и попросила батюшку молебенно служить. Мне сказали, приди через два часа. А я не могла тогда прийти через два часа. Ну, ты не могла, главное, что батюшка тебе пристраиваться будет? Мне в храм надо сходить, чтобы батюшка помолился. Я сама тоже молюсь, но одной молитвы мало. Ничего себе. Помощь Божья может прийти к нам по молитвам друзей. Даже святые просили помолиться о них. Вот говорили дальше-то в Южной Корее, как, вот так и делай, молись, оденься. Что-то все спало-то, перед народом в таком виде выходить. Ну, даже, ну, ни одна мусульманка за 1300 лет, ни одна в таком виде перед народом не будет. Она уже знает, батюшкам, батюшкам, ну, а там батюшка чаще исповедуется, чаще причащается. Все на сегодня. Вот так. Слава Христу.